Новый год Новый год Новый год Новый год Если Дед Мороза 10 хоров не позовут Ну а теперь все вместе давайте позовем Деда Мороза Нет, вам надо кричать очень дружно Дед Мороза Слышу, слышу Дедушка Мороза Собственно Я Дед Мороз, борода из ваты Я уже слегка податый Мне сказали, меня здесь ждут Значит будем догоняться тут Налейте мне вина побольше Мне везти подарки в Польшу С мешком в руках и в скороходах в казаках Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной Простите, только нет сейчас и бурочки со мной Мы вместе шли с Камчатки, но она ушла на пки Славный праздник, это вот Здравствуй, елка, Новый год Да, 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 всем привет, привет, привет И знаете, что я думал, какую-нибудь надо песню включить про Рождество Думаю, сегодня уже 25 число и сегодня Рождество Обычно у нас в это время уже стояла елка Ну, по старым традициям Когда еще жили в Орске Стояла елочка И елочка она стояла с 25 И по 14 По 14 декабря До старого Нового года Ну, а сейчас что? Начал какие-то песни искать про Рождество А не какие-то полугейские Да и опять же, да, вчера пришел Я, значит, у меня жена же купила что елочку У меня же первый раз в этом году будет елочка Знаете, елочка вам нравится? Вот у меня будет елочка дома Искусственная Купила, ну, елочку купила искусственная Как сиськи, вот, то есть трепетизерша Ну, такие красивые сиськи, понимаете? А я думал, ну, блин, чего-то не хватает Я думал, не хватает же Деда Мороза и Снегурочки И вчера я везде не отработал И в 7 часов вечера я поперся вперед На улицу Горького С мыслью, может, повезет Напевая по пути красной плесни хиты Короче, я пошел вчера За Дедушкой Морозом и Снегурочкой И мне эти продавщицы говорят А может быть вам, говорит, лучше, говорит, дать, говорит, Санта-Клауса И я вроде бы хотел уже Санта-Клаус взять Вроде Санта-Клаус более такой модный Там у него очочки такие стильные и так далее А потом я вспомнил Что оказывается Зеленский, да-да-да-да Ну, президент, да, как бы Ну, тот, ну, президент Украины Ну, что, не знаете? Ну, вот, ну, как его? 95-й квартал вот А, вот, первые узнали, да? Вот, 95-й квартал, да? Короче, он взял и отменил Отменил На Украине Или в Украине, да? Не знаю, как правильно сказать Наверное, в Украине Он отменил что? Он отменил у нас Дедушку Мороза Теперь у них осталось только Санта-Клаус И я сразу так думаю Блин, думаю, сейчас вместо Дедушки Мороза Куплю себе Санта-Клауса Да у меня же просто с говном сожрут, думаю, мои подписчики Я беру, покупаю Дедушку Морозу Большого, страшненького Такой, который должен быть в наших русских сказках Ну, и, конечно, купил Снегурку Ну, Снегурка и такие, блин, глаза такие У него очень хорошие Даже моим собакам не нравится Они периодически хотят у нее Эту, как ее называется Косичку отгробастать Ну, и, конечно же Купил на елку Большого страшного эльфа Да-да-да-да-да Думаю, я зашел в магазин Думаю, кого-то мне напоминает Кого-то мне напоминает Короче, думаю, купил А потом, думаю, до Нового года вспомню, кто это В итоге у меня сейчас дом А, я еще и дискотеку решил устроить Я еще вчера купил такие Знаете, как раньше дискотека была Такие шары такие Которые там программируются Там здесь Купил два шара даже Осталось только теперь их как-то повесить И там прям даже блютуз подсоединяется И там можно музыку ставить Там, о, давай Новый год Ну, что-то такое Ну, представляете Ну, решил сделать праздник и себе И жене Думаю, а почему нет, думаю У нас всегда это был святой праздник Я его всегда ждал Но всегда я так на Новый год уставал Что я всегда Где-то полденадцатого Всегда уже отрубался Я помню, когда мне было 17 лет Когда было 18 лет В общем, у всех праздник был Новый год Как праздник Ну, знаете, как у всех нормальных людей А у меня, как бы, ассоциация с Новым годом Это что-то из категории Блин, какая-то шляпа, думаю Ну, как так-то, думаю Я всегда так сильно уставал И все Но все-таки праздника-то хочется Подарки, да Там, фейерверки И так далее Хочется Хочется этого праздника Ну, не знаю, что получится А праздник, конечно, хочется Потому что, вот, знаете Вчера немножко пошел снег Вчера, вот, я открою вам маленький секрет Немножко пошел снег И вроде как же, что прям Прям предновогоднее настроение Прям классно Вы видели, да? Вели вот у нас платные, да? Вот здесь в парковке Посмотрите, да? Ты едешь в это время Уже столько свободных мест А знаете, почему такие свободные места появились? Ну, потому что Либо можно без номеров И составить Потому что Потому что Потому что Потому что И вот здесь стали появляться Потому что штрафы, да? Не заплатил ты за парковку Сразу штраф Штраф сразу прилетел Сколько? Два рубля Две тысячи рублей И уже людям стали прилетать такие штрафы Мне уже прям многие друзья сказали Что уже поймали такие, да? Новогодние подарки От Санта-Клауса От украинского Ну, в лице ГИБД Города Сочи Вот так вот И все Вот такая штука Злая сбузлука Ну да ладно Кого дергает чужое горе Просто имейте ввиду Вот где вы здесь Видите разметку Если вы остановились То все Как бы Если вы не заплатили Сто рублей в час То вам прилетает Два рубля штраф Две тысячи рублей Куда ж ты едешь По обочине Придурок, блин А, там на Тойоте Я, ребят, извиняюсь Видели? Прям по обочине Прям в наглую Прям по обочине Обочинники Херова Тойтофилы, блин Педофилы, блин Бесит меня На Тойоте Думают Нужно по обочине ехать И всех рвать Нифига Нифига так нельзя Правильно же? Правильно Ну что, давайте пробежимся Вчера что было? Вчера, блин Я вот, видите, сегодня Первый раз в какой-то куртке Я понял, что у меня какая-то куртка есть Я покупал Но ее не одевал ни разу Сейчас, думаю, надену куртку Потому что Я вчера замерз Как собака Потому что Сейчас сам популярный Жилой комплекс какой? Как вы думаете? Новый заряд? Нет Остров мечты? Нет Лазурный берег? Нет Ну какой? Ну попробуйте угадать, ребят Альпийский квартал Нет, нифига Он нахрен никому не нужен Вот серьезно говорю Остров мечты? Да нифига Потому что остров мечты Квартир нету Нет предложения Остров мечты Ну давайте Давайте попробуем поугадать Ну давайте Правильно говоришь, мальчишка Атлантис Атлантис сдался И пока Это единственный Жилой комплекс Единственный Жилой комплекс В Сочи Который находится На расстоянии Ближе чем 500 метров А там расстояние 300-500 метров Который построен По федеральному закону 214 И который Сдан Без суда Представляете себе? Без суда Представляете себе? Ребят Вы можете себе такое представить? И конечно же Это сейчас На данном этапе Самый законный Жилой комплекс И после того Как он сдался Очень много К нему Стало пристального внимания Потому что Это комплекс Идеальный Для того Чтобы можно было жить Чтобы можно было сдавать Чтобы можно было приезжать На отдых Ну и конечно же Вчера тоже Я сейчас Жилой комплекс Атлантис Дошел до Моря пешочком Замерз Как собакой Говорю как есть Понимаете? Ну вот так вот Все происходит И он сейчас Самый популярный Вокруг него Вот вся шумиха И происходит Поэтому Кто не успел Тот не успел Кто успел Тот молодец Всем вокруг Кормогедец Ну и в общем Вчера там Единщина тоже Гулял Ходил И так далее Даже заехали После Атлантиса Заехали в жилой Комплекс Москва Ну это реально Да Как будто Знаете Из отеля Пять звезд Приехали в две звезды Ну это я вам серьезно говорю Вот просто Вот это да Вроде кажется Вроде так Все должно быть Все хорошо Но тоже Посмотрели Это Кажется Парковок Да Там непонятно Что и как Еще что Ну как-то Депрессия И все говорят Блин Ну Атлантис Ну реально лучше Ну что сравнивать Атлантис Даже Жилой комплекс Москва Мне показалось Что остров мечты Внутри Все сделано Гораздо лучше Культурнее И этичнее Чем в жилом комплекс Москва Но все равно Жилой комплекс Москва Прикольный Во всяком случае Я бы там себе Квартиру взял Но не каждый Готов Взять себе Квартиру О нифига себе Провода Не кажется Там себе Готов Потому что Смотрите Да 86 квадратных метров Цена 48 миллионов Да Ну это Нифига не низкая цена И например Эту же квадратуру Например В Атлантисе В общей сложности Сделали За 30 37 Миллионов Ну разница чувствуется Правильно 48 и 37 Ну две квартиры Подменения Вот такая штука Веселая С бузулуком Ладно Едем с вами дальше Что у нас там Штурмовое предупреждение У нас прошло Новый год Нам чится Скоро все случится Вот так И давайте Пробежимся Именно по новостям Да Кстати Прочитал ваши комментарии Снял квартиру На Светлане 33 квадратных метров За 7 миллионов 800 С ремонтом С техникой И мебелью Сколько я говна Прочитал Ну ребят Ну на Светлане 7 800 Это нормальная цена Я думаю Это нормальная цена 33 квадратных метров Нормальная площадь Нормальная площадь Статус квартиры Все И пошло Поехало Вот Чтобы продать Купить одну квартиру В Сочи Две квартиры В Подмосковье Я скажу Больше Еще должен продать Пять квартир В городе Орске Чтобы купить Одну маленькую Конченную студию В Непосредственно В Сочи Бывает такое Ну ничего страшного Бывает Не без этого Как говорится Не без этого Понимаете Поэтому Бывает такое Бывает Ничего страшного Там нет Ну и говорю Я так уже Смотрите Квартиры За 3 миллиона 700 С ремонтом Я вам нашел С видом на море В Центральном Сочи С безумно тихими соседями Нашел Нашел Дом За 15,5 миллионов рублей Я вам нашел Нашел Настоящий Каменный дом Есть история Всего дома Как он строился Там сваи Там вот этот все Гидроизоляция И так далее Все документы На воду На электричество Все есть 15,5 Нормально Каменный дом 100 квадратных метров С видом на море Ладно Дом В 300 квадратных метров За 35 миллионов рублей Да Который дом Вам всем понравился В комментариях Который я снимал За 45 Мне вот сейчас сказали Что там за 35 Я туда ездил Но это реально Лучший дом в Сочи Это просто обалденный Дом Есть гостевой дом Парковка на 8 автомобилей Зеленая зона Дом 300 квадратных метров Забор классный Все Цена 35 миллионов 35 Есть такой? Есть Ладно думаю Для гурманов Которым нравится Альпийский квартал Для вас Недавно Заснял Все варианты Все Которые есть Варианты По 64 квадратных метров В альпийском квартале Заснял Показал С ремонтом Без ремонта И опять Вы что-то Выкаблучиваетесь Я не понимаю Ребят Ну какого Знаете Это как в том самом Анекдоте Да Вот как бы Когда открылся Армянский Секс-шоп Армянский Секс-шоп Секс-шоп Да И там приходят Посетители Да И вот на первый этаж Женщина поднимается И там говорит Вот у нас на первом этаже Говорит Маленький Говорит Но толстый Говорит Ну член Говорит Маленький Но толстый Прикольно Говорит На втором этаже Говорит Длинные Говорит Ну Говорит Худые Говорит Ну Длинные Худые Говорит Пойдем Говорит На третий этаж На третий этаж Поднимается Говорит А здесь Говорит У нас Маленький Говорит Толстый Говорит Ну в пупырушку. И что? Говорит, нифига себе! На четвертый этаж поднимается. Говорит, вот здесь говорит, соответственно у нас длинные, длинные толстые, говорит, в пупырушку. Нифига себе! На пятый этаж поднимается. Он стоит уже тот самый арминин. Говорит, я не понимаю, какого хера вам еще надо? И вот мне то же самое. Вот я вот уже для вас заснял вот все, что только можно для вас заснять. Я реально для вас заснял разные там и квартиры бюджетные. Ну, 3700 с ремонтом, нормальный вариант Офигенный вариант Квартира на вашей любимой Светлане Я не люблю Светлану, но вот вам Светлана, моя бывшая жена, да, я не люблю Светлану Ну, район Светланы, шучу, ну, сеп такой, да Ну, его может быть и так, да Заснял там, да, 7800 Я еще скажу больше Я еще сегодня вам покажу квартиры На Светлане За 5600 Вот так вот, за 5600 С ремонтом, 5600 Сегодня видеоролик этот выйдет, 5600 С ремонтом, вы можете себе представить Прямо на Светлане, статус квартира Да, вид из окна не очень хороший, но 5600 Это же хорошая цена Правильно же? Правильно И вот все у вас там, не знаю, там, все в комментариях У вас все жопу разрывает Ну, ребят, ну, как бы Если жопа рвет от того, что вы не можете Купить, ну, сделайте что-то Хорошее в этом году, ну, на следующий год Да, уже, ну, этот год уже прошел На следующий год, возьмите, устройтесь Начните работать, начните зарабатывать Например, у меня 7 лет назад Точнее, 8 лет назад Когда я встречал 2016 год Когда я встречал 2016 год И потом уже я в 2016 году Переехал в Сочи У меня тоже было немножко не так с деньгами И так далее У меня было это Ну, что вы думаете? Как я провел Новый год, а? Письмо, да? Ну, там Как там оно называется? В институте, да? Или где там В школе В колледже там, да? Ну, сочинение Как я провел Новый год Как я провел лето? Как я провел? Я 31 числа В костюме Дедушки Мороза Я брал И что делал? Ну, давайте, давайте Правильно Я работал Такси У меня был Вольксваген Тауран На газу У меня было все подсвечено Все было красиво У меня был костюм Дедушки Мороза И я ездил там Не знаю там Людям дарил эмоции Дарил это И, соответственно Просто там Элементарно даже Даже в Ворске За одну Новогоднюю Эту ночь Я себе Спокойно Заработал 10 тысяч Мало того, что был Двойной тариф Еще мне оставляли Чаевые За то, что там Дарил настроение Еще я там Как бы Вы помните, да? Я тоже вам рассказывал Я там еще Там Гопников Накумарил на кладбище Нахлобучил в костюме Дедушку Мороза В общем, все было Но я работал Дедушкой Мороза В новогоднюю ночь Не потому, что Мне не хотелось С пацанами пойти Покурить кальян Отдохнуть Там, не знаю Там, бухнуть Может быть Да, в кальян Нет, ну я не бухаю Но все равно там Да, погулять Потому, что Я понимал, что У меня С теми деньгами Которые пришел Новый год Была задолженность Того самого Работодателя Компании Получается Той самой Триен Да, где я работал Там, они до сих пор Мне должен Николай Захарова Огромный привет И все Я понимал прекрасно Что, блин Ребят, ну, блин У меня нет возможности Даже Должно гулять У меня нет возможности Гулять И все Я работал Пахал А кто из вас Готов пойти И поработать Да нахрен Нужно Пробки будут Да то будет Да все будет И так далее Вот этим Мы с вами Отличаемся По итогу Спустя 8 лет 8 лет Вы находитесь Там, где Находитесь Максимум Что можете В комментариях Написать Как дорога квартира На Светлане Саду с квартиры С ремонтом С техникой Мебелью За 7800 Как же дорого Стоит дом За 15,5 миллионов рублей Да за эти деньги Вот Чем покупать дом Да за эти деньги Можно купить На что Можно покупать BMW X5 Если еще Добавить 1 миллион рублей Потому что Я почему-то Начал смотреть BMW X5 И посмотрел Вот такая комплектация Которая мне нужна Стоит 16,5 миллионов рублей 16,5 миллионов рублей Да я даже еще раз скажу 16,5 А вы говорите Что дом За 15,5 миллионов рублей Это дорого Да Вот хочется каждому сказать Кто думает Что дом За 15,5 миллионов рублей Дорого Да пошли бы вы нахер Идите зарабатывать Ну серьезно Вот уже хочется так сказать Машина Машина Которая через год Будет стоить 10 миллионов Это нормально За 16,5 миллионов рублей А за 15,5 миллионов рублей Да еще и ту машину Брать Которая сейчас Даже В Сочи У нас И не обслуживается Даже нет программы Обеспечения На эти BMW Понимаете Все левое Все из-под полы А купить нормальный Законный дом В центральном районе Сочи Вот от этой локации До дома 10 минут езды 10 минут Вы можете представить 10 минут всего лишь Для вас это дорого Ну да ладно Кого дергает Чужое горе Дефицит кадров В России Составляет 4,8 млн 4,8 млн О это девочка Так едет Прикольно Да С левой стороны Прикольно Наверное На прокатном Ford Mustang Надо правила смотреть Правила дорожного движения Прикольно Прикольно А что ты еще По обочине Обгонять будешь? Да ладно Ты по обочине Будешь обгонять Девочка? Давай мы тебе Не дадим по обочине Обгонять Не надо по обочине Обгонять Ты что? Не надо по обочине Обгонять Офигеть просто можно Еще и по обочине Пытается Обогнать Да Не дали мы Девочек Обогнать По обочине Обгонять Это же ненормально Согласитесь же Вдруг там Кого-нибудь Собьет Не дай бог Поэтому даже Мне еще Бутылку пива Поставить Скажу Молодец Спас меня И от гаичников И от всех остальных Короче дефицит 4,8 миллиона Кадров Как говорится Люди не хотят работать Даже смотрел интервью Когда у них были Спрашивали А вот была Пресс-конференция Путина И пресс-конференция Путина На прямом эфире Путин сказал Что средняя зарплата 75 тысяч рублей Что безработица Всего лишь 2,2% А как вы на эту тему думаете? Говорит Не, у меня такой зарплаты нету Да серьезно? Говорит Да серьезно? Вот я в Саратове У меня такой зарплаты нет Говорит Ладно А какая у тебя зарплата? Ну у меня зарплата 55 тысяч рублей Говорит А что вы сейчас не на работе? Ну у меня-то график 2 через 2 Я так долго ржал Я серьезно говорю У меня же график 2 через 2 55 тысяч рублей И там подумал Ну прикольно думаю Там тоже спрашивают Там у одной Мне понравилась большинство Женщина Там спрашивают Как вы думаете? Какие бы вопросы Вы задали бы Путину? Ну как? Пенсия маленькая Пенсия маленькая Вот понимаете Вот почему Вот в других странах Пенсия Говорит В разы лучше Говорит Чем говорит У нас в России Я вам серьезно Может загуглите Нанеси такой Видеоролик И у нее Спрашивают А что? Вы были В других странах? И Та такая Конечно Я побывала В 31 стране мира В 31 стране И знаете Ведущий Который берет У нее интервью У него Смотри У него в голове Прямо Такая поломка Пенсионеры Да? Она говорит Что маленькая Пенсия Самая низкая Пенсия Самая низкая Пенсия Поэтому она говорит Что пенсия В других странах Больше А при этом Она говорит Она побывала В 31 стране Тебе на е И знаете Ведущий уже думает Как бы вроде И я смотрю Там в комментариях В комментариях Люди говорят Нихера себе Думают Откуда Вот например Как раз у тебя Пенсия такая Маленькая Все Ты знаешь Как в других местах Живут Ты побывал В 31 стране Ну что-то здесь не бьется Скорее всего Правильно? Что-то здесь не бьется Что-то не так Там конечно предположение Что на пенсии маленькая Потому что Работала неофициально Воровала Там еще что-нибудь Ну пошло Поехало Ну потому что Ну блин Даже я не был В 31 стране Ну я не был Ну где я был В каких я был странах Ну был в Италии Был в Испании Франции Молдавии Казахстане Киргизии Украине Египет Турция Арабские Эмираты Тунис Куба Доминикана Китай Вьетнам Извиняюсь Вьетнам 15 Ну может быть Что-то мог упустить А Таиланд Да это уже 16 У нас Таиланд Тоже 16 Но может быть Еще какие-то Четыре страны Упустил Да Ну получится 20 Ребят Ну не 31 Ну реально Не 31 Если она именно Про страну говорит Если может города Конечно города Может больше Потому что в Шармин-Шейхе Как минимум Побывал я в трех городах Это Люксор Например Шармин-Шейх Это А да еще Я в других В пяти городах Побывал в Египте Например Если взять Например Турцию Да был В Анталии В Алании В Стамбуле Да Если на то пошло Если например Взять Например Не знаю Там Казахстан Тоже там был Да Был И я В Актюбинске И в Актау Был Ну Если уж На то пошло Если мы Ой Не Актюбинск Короче Актюбинск И не Актюбинск Потом Где Например В Киргизии Я был В Бишкеке Был И в Таласе К примеру Да Ну если только города Считать Они странные Ну странные Ну реально Ну пускай Может 20 странных Было Женщина была В 31 стране Говорит Все херово Говорит Все прям Все херово Вот так вот В России Нашли способ Запустить Айфон На батарейках Ну это только Из бреда Да А еще В России Нашли способ Запустить Айфон На АКБ Ты бьешь АКБ На 75 Ампер часов И вперед Запускаешь Жертва Штома В Сочи Погиб Мужчина Данные Миллионов Жителей России Могут Отечествить А в Сочи В горах Намело Дофига Снега Короче На Роза Пик Уже Снега Два метра Чуть меньше Например На полутора Тысячи Уже там Полтора метра И соответственно Тысячи Уже Целый метр Представляете себе Целый метр Можешь себе Такое представить Офигеть же Просто можно Конечно Офигеть просто можно Короче Изменится Расписание Поездов Будешь Не понятно Как Ну и Перед Новым годом Качество продуктов Питания Подвергутся Тщательной проверке Будет иметь Всех Кого только Можно поиметь Как работает Аэропорт После ночного Шторма Нормально работает Вчера тоже У меня гости улетели В общем Нормально работает Аэропорт Ничего такого А хоккейный клуб Суча Опять Просрал Ну маленьким счетом 3-2 Взял и просрал У нас А прослал Кому Как бы не знаю Там против Борис Борис И даже такую И команду Не знаем Но они профукали Ну бывает такое Может расслабились Может Новый год Может быть Не тому Деду Морозу Загадывали Ну желание Ну помните Что россияне Должны Загадывать Желание Дедушке Морозу Европа И украинцы Они должны Взять Санта Клаусу Потому что Они официально Отказались От Дедушки Мороза Не верите Можете Да кстати Вечеринкой Ивлевой Из-за вечеринки Ивлевой Где побывал Киркоров Старпер Отменили Соответственно Его выступление Там где-то Ну и соответственно Кто не знает Что это было Ивлева Да Это раньше Такой блогер Там не знаю Она Все которое Прославилось После интервью У Дудя Что сказала Что такая Писька Это очень маленькая Ну помните Ивлева давала Да Там Как бы Ну это очень маленький Как с такой Можно вообще жить Пипипкой Да И все Она же устроила Голую вечеринку Пришли какие-то Недорэперы Которых никто Знать не знает Да Как бы Какие-то рэперы Из всей одежды Только на писке Только носок Белый И все Другие рэперы Этот носок Начали лизать Потом начали сдирать Киркоров Пришел Как Не знаю Там Как Как старая Прожоневшая Проститутка Во время там Войны Не знаю Вот примерно Так он был одет И Там И Лолита Пришла Как бы Не знаю Там Может быть Не знаю Бес Попутал Там на старости лет Не знаю Ребят Честное слово Не знаю Что у них в голове Но в итоге Вы Своё мнение Выскали Ребята С СВО Записали Они говорят Ребят Ну я всё прекрасно понимаю Вы Там Мы Воюем На передовой А вы В это время Делаете Что А вы В это время Берёте И Мягко говоря Развлекаетесь Да ещё И Какой пример Вы подаёте Подрастающему поколению Мы Разве За это Воюем На передовой Мы Разве За это Гибнем С одной стороны Ребята Они правы Ну реально Правы Первый день Вечеринка Прошла Так называемый Головечеринка На вторую Вечеринку Уже какие-то Вопросы возникли И тому подобное Но я понимаю Там молодые Там собирались Но когда ты Смотришь Там Те самые Лолита Киркоров А вы то Куда лезете Нафига Ну зачем Ну в общем Видеороликов Очень много На эту тему Всё пестрит И такое ощущение Какие-то люди В этом году Сходят с ума Знаете И вот такое ощущение Всё что запретное То самое крутое Да Начали Запрещать фильм Слово пацана В итоге Вы посмотрели Даже те Которые даже Не планировали Посмотреть Понимаете Вот я не планировал Посмотреть Но я посмотрел Потому что Интересно Что же там такое Запрещает Или например Если посмотрим С вами Например Запреты Те же самые Решили запретить У нас ЛГБТ Понятное Сообщество ЛГБТшников А в итоге Что получилось Правильно говорите Эти ЛГБТ Тебе на Они что Ну по сути Здесь Не знаю Там Как бы От ЛГБТшников Наверное Меньше Всего Негативного Чем От того Что было Вот здесь На тех самой Вечеринке И так далее И само собой Все сходят С ума Я могу сказать Что там На корпоративах Очень много Всевозможных Форс-мажоров И тому подобное Уже 50 раз Подумаешь Стоит Стоит Всех С праздником Особенно Ну это Католическое Рождество Так оно Так оно Назвалось Нет Не знаю Короче Вы же Меня кубатурите Напишите В комментариях Вы же Знаете Что хорошо В этой жизни Что плохо Что дорого А что Недорого И так далее Ну и конечно же Сегодня будет Пару видеороликов Это квартиры За 5 миллионов 600 Это квартиры С ремонтом На Светлане И сегодня Выгружу Еще один видеоролик Не знаю Там целая куча Видеороликов Не знаю Какой лучше Загрузить Наверное Какой-нибудь Дом для разнообразия Тоже загружу Будем Четчетовать Квартиры Апартаменты Дома И так далее Правильно же Правильно На этом с вами прощаюсь Всем прекрасного настроения Всем добра И пока